Всем привет, народ! Канал Покашеварим. Это обзорище, воскресный обзор на доставку еды. Сегодня у нас местечковая доставка, про которую мне писали люди, которые живут в моем районе. Потому что многие знают, где я живу. Я в районе Тушино, Сходня. Вот эти вот места, короче. Северо-запад, северо-запад. И мои зрители описали, что появилась доставка под названием рок-н-роллы. Да, рок-н-роллы, короче. И что заказывали там весьма годно. Возможно, это синдром доставки, которая только что открылась. И они пока делают годно, потом начнут косячить. Не знаю, короче. Когда они открылись, понятия не имею. Что они возят, понятия не имею. Но люди хотели увидеть эту доставку. И тем более посмотрим, как работают местечковые доставки. То есть очень много было сетевых мест у нас, да, в рамках этой рубрики. Посмотрим, как работают местные ребята. Я заказал около 11 часов. Перезвонили мне где-то в 11.40. Сказали, что за час привезут. Ну, то есть, я не знаю, с момента заказа или с момента звонка считать время доставки. Я фиг знаю. Но в любом случае, ждем. Обещали в течение часа не привезти. А сказал человек, что готов будет заказ в течение часа. Ну, хз. Но везти тут, блин, ну там минут 7. Типа такого. Они недалеко находятся. Я посмотрел по карте. Ждем. А пока мы ждем, давайте я представлю вам сегодняшнего спонсора. Это мой Инстаграм. Друзья мои, нет спонсоров у этого выпуска. Поэтому мой Инстаграмчик. Ссылочка в описании. Вот здесь вы тоже его видите. Вот он, Инстаграм мой. Поэтому подписывайтесь. Там истории, вообще что-то из моей жизни. Плюс ленточка. Там рецепты и прочее. В общем, довольно любопытно. 17 тысяч человек подписались на мой Инстаграм. Фиг знает, что следят за моей жизнью. Подписывайтесь, и вы буду рад видеть. Давайте. У нас пакет. С момента звонка полтора часа. Обещанный час не сработал. С момента заказа, либо открытия заведения. Заказал я чуть раньше 11. Соответственно, в 11 заведения открылось. Прошло 2 часа, и где-то 3 минуты. И это все у нас, ребята. Но с места, где вы находитесь до меня, можно просто доползти за это время. Ну, серьезно. Окей. Смотри, чек. Чек. Онлайн-касса АТОЛ. ИП Кузнецов Алексей Владимирович. Алексей Владимирович Кузнецов. Свободы 89. Корпус 1. Чек дает. Красавчик. Редко такое встречишь. Итак, в общем, вот в таком пакете нам все привозят. Тут что-то упаковано. И сейчас все посмотрим. По температуре, ну, довольно тепло, кстати. Упаковывается все в таком стиле, ну, а-ля отличные суши, вкусные суши. Коробочки упакованы еще, видишь, в фольгу. То есть, это то, что теплое, то еще в фольге, то, что холодное, то просто в таких черных контейнерах. Ну, и соевые соусы. И на этом все. Я не знаю. А, нет, подожди, палочки. Я извиняюсь, хотел сказать, что палочек нет. А палочки мы отложили. То есть, вот салфетки очень немного. И палочки стандартные. Сколько мы и просили. Давайте посмотрим, насколько теплое. Теплые у нас запеченные роллы. Выглядят, кстати, неплохо. 41 градус. Ха, креветки. Грустные одинокие креветки. 37 градусов. Ну, и давайте посмотрим, для примера, вок. Потому что вок это по-настоящему горячее блюдо. Роллы, они как бы типа теплые номинально могут быть. А это вок. Блин, с вареной курицей. Черт не подери. 38 градусов. Не очень, не очень, ребят, по температуре. Напитки весьма. Но алюминий 15 градусов, да. Сок потеплее. Сок, мне кажется, вообще комнатной температуры. 20... 27, короче. Комнатная температура. А кола, кола была в холодильнике. Начнем с теплых ролчиков. Выглядят они довольно симпатично. Эти два ролла мы взвешиваем вместе. 480 граммов. Должны весить 488. Небольшой недовес с учетом коробки. Ну, ради интереса мы сейчас взвесим коробку. Вот, вторая половинка. Она чуть меньше первой. А хотя нет, 3 грамма. Все хорошо. Даже перевес в 5 граммов приблизительно. То есть, все нормально соблюдено. Ребята, тут два ролла. Вот этот ролл называется Рисака Ролл. 8 штучек. Их они с икрой тобика сверху. С черной подкрашенной. Сверху шапочка, мазик и прочее, да. В него входит лосось, тобика, черный огурец, рис, имбирь. И опять рис. И сырный соус. В общем, описание на сайте такое. Внутри действительно имбирь. Внутри роллов, честно говоря, имбирь не люблю. Как и, в принципе, я его не очень люблю. И лосось, ребят. 329 рублей стоит такой вот ролльчик. Ничего про него особенного сказать не могу. Весьма, кстати, хороший соевый соус. Не слишком соленый, не слишком ядреный. Такой, ну, как надо. То есть, его можно сразу употреблять. Не разбодяживая. Вполне меня устраивает. Тут, кстати, прям палочки окрасились в черный цвет. Я делаю привычный для себя вкусный замес. Имбирь не очень люблю. А вот васаби прям от души. Я бы не сказал, что мне невкусно. То есть, в принципе, все эти запеченные роллы, они, как по мне, на одно лицо. У этого ролла есть легкая индивидуальность, на самом деле. И, как ни срано, это тот самый имбирь, который внутри. Он не доминирует, он не напрягает, он добавляет просто легкую, какой-то вот, легкий аромат такой, знаешь, прикольно. Не, ну, мне, мне скорее понравилось. По рису я ничего, я сейчас еще раз попробую. Шапочка вроде вкусная. По рису сказать какие-то выводы не могу, потому что в запеченных роллах рис всегда хуже, чем в холодных. Он запекается. Ну, короче, с этим надо смириться. Это технологии, видимо, я постоянно про это говорю, но так вот сделал. Весьма неплохой ролл. Стоит он 329 рублей за 250 граммов. Пожалуй, да, если вы любите вот запеченные роллы, я не фанат, то этот вполне неплох. Второй ролл поскромнее выглядит, сейчас посмотрим его. Ну, обычный такой скромный ролл. Угарь, огурец, спайси соус, сырный соус и рис. 230 граммов он весит, а стоит 329 рублей, опять-таки, те же. Выглядит он скромнее, чем тот. Хотя плюс-минус одинаково. Шапочки немного. Где сырный соус, непонятно. То есть, видимо, в шапочке и есть сырный соус. Блин, тоже неплохо по вкусу. Слушай, вот они называют эту шапочку сырной. Мне даже интересно, почему это так. То есть, да, возможно, вместе с майонезом замешанный сыр. Шапочка вкусная. Слушай, мне она, знаешь, чем-то напоминает шапочку. Хотя нет, там было вкуснее. Вот йо-йо с суши мы делали обзор, а точнее, они на себя заказывали обзор. И там был йо-йо... Это же в йо-йо было, Дим? Не помню, давно так было. По-моему, йо-йо, я говорил, вот йо-йо соус. Я помню вот это. Йо-йо соус, йо... Вот он, у него был какой-то отличающийся от, ну, блин, половины доставок уж точно. То есть, какой-то свой такой прикольный вкус. И у этих ребят вот очень похоже. У йо-йо был повкуснее, больше впечатлений. Либо это было слишком давно, и я уже за это время зажрался, что не исключено абсолютно. Тем не менее, этот ролл тоже вкусный. Равно как и предыдущий. Равно как и предыдущий. Стоит он столько же денег. Если выбирать из двух, пожалуй, выбрал бы первый. Но и второй весьма неплохо. Ребята, вот пять креветок, смотри. Ну, конечно, выглядит все это крайне обычно. Просто лежать за темпуренной креветки с хвостом. Ничего особенного, как в Макдональдсе, как везде. Масла много, масло видно прямо в коробке, да. То есть, прямо вот внутри коробки. Это масло, то ли они не промакивают, то ли столько масла впитывается, что ничего с этим не поделать. Видать, опять-таки, технологии сильно критиковать не буду. Но вот такие креветки, ребят. Не самые большие, не самые маленькие. Обычные креветки, которые были, например, в ресторане Юме недавно. Но в ресторане Юме они стоили. Я напомню, ребята, вот эти вот промасленные, точно такие же вот креветки. Я забыл эту цену, я сейчас ее увидел, я опять в шоке. У меня второй шок. Тысяча восемьдесят рублей стоили вот такие же креветки в ресторане Юме. У этих, ребят, стоит двести двадцать. Двести. В Макдональдсе сколько стоят креветки в Макдональдсе? Давайте посмотрим. Большие креветки, вот тут есть пять штук, а у них четыре, шесть и девять. Давай шесть тогда выберем. Двести двадцать четыре рубля плюс соус. Здесь пять креветок, двести двадцать рублей. Ну, плюс-минус сопоставимо. В Макдональдсе без хвостиков, здесь с хвостиками. Айда, попробуем. В Макдональдсе креветки лучше. Больше, сочнее, вкуснее и дешевле. Вывод. Опять это проигрывает Макдональдсу. Но это с разгромным просто вот счетом выигрывает у ресторана Юме. Ресторан Юме долго мне еще будет снится, по всей видимости. Чего не хватает этим креветкам? Не хватает этим креветкам абсолютно точно нормальной прожарки, потому что они сухие внутри. Снаружи масло, которое не напрягает, оно не пережаренное, оно не такой перифритюр, знаете, да? Вот он такой горклый какой-то прям вот чувствуется. Здесь нормальный фритюр, может поменялись сегодня утром, не знаю, не важно. Не чувствуется лишних привкусов. Но тут не хватает какого-то соуса. То есть я понимаю, что тут есть... Я наговорил на этих ребят, а бесплатный соус, походу, вот он. Но подожди, слушай, вот если еще и соус подается к этому, а судя по всему, да, это соус именно к креветкам. Не похоже, что это соус к лапше. Да, в лапше уже есть соус. Подожди, иди сюда. Вот это соус, это соус терияки, судя по запаху. Если он в комплекте, то тогда ок. Тогда вообще более чем ок. Пожалуйста. С терияки гораздо веселее, потому что, ну, добавляется влажность. Но, короче, вот в таком варианте, пожалуй, это выигрывает у Макдональдса. Потому что, ну, у тебя хорошие классные терияки. У тебя креветки чуть, может быть, похуже по вкусу. Мне лично так нравится. Да плюс соус макдональдский как-то, мне кажется, даже больше подходит к креветкам. Ну, это ладно, это моя вкусовщина уже. Я человек майонезный. Я могу ошибаться. Ну, короче, это годно. То есть, за 220 рублей, в принципе, это годно. В 100 раз годнее, чем в ресторане Юмы, где даже, по-моему, соус не положили. И приблизительно по соотношению так же, как в Маке. Получается, и цена плюс-минус одинаковая. И вот, ну, то есть, читывая соус, я чуть-чуть даже, как бы, подобрел. Вот, нормально, пойдет тоже. Ну, что касается роллов. Давайте оценим их роллы, да. Уже по лососю, наверное, невооруженным взглядом есть что сказать. Да, вы, наверное, даже понимаете, что я скажу. Давайте глянем. Это суши, ребята. По версии рок-н-ролл. Довольно неплохой кусок лосося. То есть, можно сказать, что он довольно толстый. По московским меркам уж точно. Но лосось стандартный для всех сетевых, ребята. Никакого эксклюзива. То есть, абсолютно обычный вот этот матовый, не звенящий лосось. Ничего необычного в любом сетевом ресторане. Это будет приблизительно так. Другой вопрос, что кладут, в принципе, нормально. То есть, сказать, что тут его мало положили, нельзя. Рисочек. Рисочек тоже годный. Рисочек годный. Даже внешне это заметно. То есть, объяснять мне на словах не придется. Видна его структура. Видно, что это не каша. И очень здорово. Давай попробуем. Абсолютно безвкусная рыба. Сколько бы мне не положили вот этой рыбы в любой ролл, хоть ты оберни его 10 раз. Мы сейчас увидим на примере Филадельфии, что они оборачивают. Они этой рыбы не жалеют. Я считаю, что этой рыбой, вот вообще вот этой рыбой, которая везде просто вот перенасыщена, ее надо не жалеть не так. Ее надо не жалеть просто вот выкидывать ее нахрен. Ну, блин. Ну, надоело уже есть один и тот же вот этот убогий лосось. Серьезно, ребят. Я понимаю, что, видимо, поставщики одно и то же предоставляют. У этих поставщиков более крупные поставщики там одно и то же возят. Капец. Ну, почему есть доставки, которые заморачиваются, находят какие-то варианты? Я понимаю, что они иногда дороже, иногда это может ресторанов касается, недоставок. Но есть же доставка, я не знаю, тот же Витя гоняет за свежей рыбой, гоняет, отбирает свежего лосося, потом его разделывает, подмораживает, чтобы нарезать, да, и дает гостям. И ты ешь и чувствуешь лосося. Я извиняюсь, я все время вспоминаю бурду, мне говорят там, бурду, бурду ты вспоминаешь. Я вспоминаю бурду, потому что бурда делает годноту и заморачивается. Для него важно, чтобы лосось лежал тот, который нужен. Вот. Но это шляпа. Вот то, что я сейчас съел, значит, ладно, окей, по рису. Вы видели, структура риса хорошая. То есть заправка как минимум сделана. Как минимум он сварен хорошо, как минимум есть заправка, которая держит эту структуру, плюс клейкости риса. Но заправка невкусная. Сладкая. Ну, то есть переслащена. Я сейчас показываю народ, свои ощущения ловлю. Много сахара, мало кислоты. То есть он сладкий и как бы не кислый. Вот, понимаешь? То есть негармоничная заправка. Все. Дальнейший обзор по большому счету теряет смысл. Но нет, давай посмотрим тунца. Во-первых, тунец лежал рядом соуса мунаги и испачкался. Это нехорошо. Если я покупаю штучный товар, я считаю, что штучный товар надо подавать как-то штучно. Суши в какую-то, может, отдельную коробочку. Но я могу ошибаться. Что сказать про этого тунца? Мне, наверное, не надо вам объяснять что-либо, потому что видно на картинке, несмотря на то, что у нас камера, конечно, делает цвет лучше, чем он по факту. По факту это бледный, какой-то рыхлый, вот посмотрите, рыхлый тунец. Вы видите, да? То есть, этот тунец я его не хочу есть, серьезно. Он морожен, переморожен, я его кушать не буду. Он, возможно, безопасный, но это не то, что я хочу съесть. Ну вот смотри, гунканчики. Вот по гунканам я могу сказать, что мне нравится, как они выглядят. Вот я заказал, как всегда, три гункана, плюс цены у них адекватные. А, ну 90 рублей, вообще не совсем адекватные. Для меня адекватная цена это рублей 60-70 за гункан, вот такого размера. Гунканы по 32 грамма. Я думаю, что тут так и есть. Мы хоть вместе взвешивали, мне просто интересно, сколько отдельно один гунканчик весит. Мне кажется, да, о, я так и думал, что даже небольшой перевес. Ну вот с креветкой, например, он будет 37, да. То есть, нормально сделано. Так, я хочу понять, сколько там начинки. Довольно много, слушай. Начинки хорошо. То есть, рис начинается вот где-то вот отсюда. Вот отсюда начинается рис. И выше все это начинка. Это хорошо, это значит, не пожалели. И это очень радует. Вот тут вот рис не играет ключевой роли, сейчас скажу. Креветка. Лосось. Угоречек. У них, ребята, мы не вырезали, походу. Не, ну вырезали, но очень много оставили. В общем, одно недоразумение. Это оставшиеся небольшие косточки в угре. Они не как вас абсолютно, ну, то есть, они безопасны. Ты их разжевал, они очень маленькие. Потому что для угря все это наделалось. В целом, гунканы вкусные. Здесь нет какого-то акцента на рис, поэтому ты не обращаешь внимания на этот сладкий нюанс. И отсутствие кислоты дополнительной. Нормальный кривитосик. Лосось, опять-таки, несущественно выделяющийся, потому что там есть спайси соус, который весьма вкусно замешан. Нормальные бунканчики. То есть, вот там, где есть соусы, там у меня мало будет претензий. И к рису, и к рыбе будет мало претензий. Только в виде вот какого-то нейтрального блюда, где вот рис и рыба, например, выделяются. Недостатки риса, недостатки рыбы, понимаешь? Когда это все объединено. Именно поэтому, наверное, роллы и придумали, чтобы как-то можно было завалировать одно за другим. Опа! Ребята, это Акино Ролл. Лосось, гребешок, уго-рис, сливочный сыр, тобика. 240 граммов весит. 339 рублей стоит. Акино Ролл. Здесь лосось, здесь угорек, здесь гребешок, сливочный сыр. Ну, то есть, довольно аккуратно свернут, квадратиком. Все как, как, блин, везде. Давай посмотрим, сколько он весит. Но я хотел целиком все это взвесить. И даже мы посчитали, но забыли всю коробочку. Давайте тогда по отдельности бахнем. Так, сколько он должен? 240 граммов, а он по факту 235. Небольшой недовес. Но, может быть, если стрясти икру с ложки, там плюс-минус совпадет. Нормально выглядит. В принципе, всего намешано, скушать хочется. Ребята, абсолютно отвечаю, что это другая партия риса. Потому что вот, ну, давай для примера я вот здесь же рядом положу рис, который я хвалил, как он сварен, да? Видите, да? Отдельные зернышки, они разделяются. И посмотрите вот на это. Видно, что эти зернышки переварены. Ребята, это отдельная партия риса. Я не знаю, как выглядит партия риса вчерашняя, но по консистенции и по ощущениям вот этот рис отличается от этого. Это мои ощущения. Я не утверждаю. Но мне кажется, многие согласятся. Напишите в комментах, прав я или нет. То есть, отличается этот рис вот от риса в этом роли. При всем приятном, по вкусу норм. Ну, типа, хорошо. Это чуть-чуть лучше, чем сетевушка. Вот, ну, как-то вот по ощущениям, понимаешь? То есть, он чуть более гармоничный, чем сетевушки тебе делают. Восторгов нет. Восторгов нет. Но и какого-то дикого разочарования у меня тоже нет. Вот, опять-таки, не пойму, что. Что я прикопался? Давай пробовать. Вот ролл типа а-ля с угорьком. Даку ролл. Креветка угорь унаги соус. Рис и майонез. То есть, они не фанатеют от сливочного сыра. Они делают довольно сдержанные начинки в этом плане. И, опять-таки, рис. Ну, серьезно. Ну, это другой рис. Ну, посмотрите. Другой рис. Я понимаю, что тут разрезано. Может, уплотнено как-то. Не мог он довариться, пока его уплотняют. Серьезно. Другая партия риса. И все. И понеслось. Что касается угря. Он здесь абсолютно обычный. Ничего впечатляющего. Дай бог, чтобы мне косточки никакие не попались от хребтины. Довольно гармоничный вкус, но негармоничная консистенция. Твою мать. Ну, как так вот. Реально рис плохой. Вот здесь вот рис плохой по консистенции. В отличие от риса, который был до этого. До-до этого. И портится впечатление. Я не знаю, как с этим жить. Жалко. На самом деле жалко, потому что по вкусу вот эта неплохо сваренная креветка. Она лучше сделана, чем темпура. Потому что она довольно влажненькая. Она такая еще, ну, не переваренная, не резиновая. Угоречек, все это вкусно. И соус унаги, он тоже в тему. В общем, это вкусный ролл. Но если здесь будет хороший рис. Хотя бы пусть он заправлен так же, как и тот вот этот сладковатый. Но пусть он будет хорошо сваренный. Может, я вообще фиг знает. Может, у меня вообще что-то в башке не то. И у меня это все глючит, что рис там разный. Заговор мировой. Я черт его знает. Но вот говорю, что ощущаю, ребят. Что ощущаю, то и говорю. Давайте посмотрим. Удончик. Удончик. Удончик, как удончик, смотри. Нехорошо, неплохо. Ну вот, слушай, я не знаю, честно. Вот эта вот полувареная курица. Хотя, смотри. Вот, да, она и не особо-то и вареная. Видно, что она хотя бы хоть чуть-чуть поджаренная. И то спасибо. Вот недавно был обзор у нас, где тупо вареные курицы накидали. Да, суши-е вот это. И все. Здесь вот хоть какие-то элементы поджаренного мяса присутствуют. Ну, выглядит он нормально. Есть какие-то овощи, есть немного мяса. Довольно симпатично выглядящая лапша. Явно не переваренная. Вок у них набирается. То есть сформулированных воков там типа такой, 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 такой. Нет. У них есть вот выбираешь основу, выбираешь чем с курицей, с креветкой, с чем хочешь. Ну и так далее. Соус и все. Я выбрал курицу, терияки, соус. И вот, что мне привезли. У них вообще сайт довольно симпатично сделан на первый взгляд. Но потом, когда ты начинаешь им пользоваться, понимаешь, что, ну, не совсем удобно, что ли. Потому что, например, нажав на сайте кнопочку добавить, вот когда ты входишь в меню, да, у тебя открывается другой сайт с другим немножко дизайном. Такой, блин, а что происходит, короче. Легально ли то, что я сделал? Ну, нет, оказывается, легально. И ты уже на этом новом сайте продолжаешь заказывать уже в новом дизайне. Вот. Короче, по моим ощущениям, мне пришлось сделать слишком много каких-то действий. Слишком много применить голову для того, чтобы сделать этот заказ. При том, что, в принципе, технологически вроде бы все довольно нормально организовано. Ну, вы можете сами попробовать, зайти и попробовать сделать заказ. Вы поймете, о чем я говорю. По факту ощущение, что мне было немного неудобно. Вот. Но, тем не менее, вок собрали. Давай попробуем курочку. Куриная грудка. Даже не куриные бедрышки. И тут все куриная грудка, то есть все эти кусочки, это куриная грудка. Она жуется довольно мягко, то есть, ну, но куриная грудка. Нормально сваренная лапша. Довольно вкусный соус. Мы его пробовали. Он же давался и к креветкам. Судя по всему, это он же. То есть, в принципе, это съедобная лапша. Без каких-либо восторгов. С недостатками в виде курицы. Потому что, если уж курица, то, ну, реально бедрышки. Ну, реально должны быть в воке бедрышки. Это на уровне закона. Ну, или в перемешку хотя бы. Мало овощей, можно больше овощей. Лапша нормальная. Все, ребята. Ну, такое типа на 3 с плюсом съесть можно и не обломаться. Стоит она по итогу, по-моему, 220 рублей. Сейчас вы увидите картинку. Вот, потому что собирается вок и все зависит от составляющих. Ладно, у нас остались вот эти ребята вот филадельфийского типа. Лосось, короче. Лососевые. Ну, тот же самый лосось, блин. Здесь целых три вида ролла. Тут есть две филадельфии. Одна из них люкс. Или как она называется? Ну, короче, клевая филадельфия. Клевая филадельфия, по мнению рок-н-роллов, это с огурцом. Есть филадельфия менее клевая. Или нет? Нет, это что-то... Это ролл, который называется... Это всякая темпура. Вот, 370 рублей он стоит. Там креветка темпура, огурец, тобика и васаби. Ощущение, что там есть спайси-соус. Он такой желтенький внутри. Не знаю, видно на камере или нет. В общем, есть такой вот лосось. И есть еще вот какой-то лосось с угрем. То есть, тут тугарь. А, не, обычный филадельфий я, наверное, даже и не брал. То есть, там просто филадельфия, просто сыр и просто все. Больше ничего нет. Это что-то с угарьком, судя по всему. Здесь лосось-угарь и сливочный сыр. Здесь лосось-огурец, креветка. И здесь лосось-сливочный сыр и огурец, короче. То же самое, что и это, только без угря. Вот, и все. Ну, лосось, вы видите, это тот же самый лосось. Его тут много, блин. Повторюсь, сколько бы ни клали, я от этого кайфовать не буду. Лучше меньше такого лосося кладите. Уж не тратьтесь, бог с ним. Уж точно не этим хвастаться, ребят. Что вы обернули почти полностью ролл вот таким лососем. Ну, давайте, супер филадельфия, 339 рублей. В общем, хотя бы спасибо, что постарались, ребят. Даже на 130% он обернул, то есть, с нахлёстом. Огроменный респект этим ребятам за то, что они кладут вкусный сливочный сыр внутрь. Не дешманский сливочный сыр, а хороший сливочный сыр. Конечно, конечно же им респект за то, что они оборачивают роллы вот так вот рыбой. Был бы классный лосось, ребята, это были бы реально топовые роллы. Это были бы топовые роллы, всё, по факту. То есть, это было бы классно. Но здесь лосось вот такой, несмотря даже на сливочный сыр, не вытягивает. При этом вкусно. Я могу сказать, что, наверное, в моём районе вот это одна из лучших филадельфий. Ну, к сожалению, к сожалению, да. Вот у меня такие в районе филадельфии лучшие. Но сливочный сыр сто лет такой не ел, серьёзно. Очень хороший. Рыба не чувствуется, блин. Я опять забыл, кстати, взвесить. Сколько он должен был весить? 280 граммов. Слушай, ну, в принципе, не такой уж большой заявленный вес, чтобы его не соблюсти, да? 280 граммов это довольно стандартно. Вот. Давай попробуем вот с угрём. Я уже угря боюсь, потому что у меня до сих пор реально ощущение, что я чё-то царапнул себе горло. Я глотаю и чувствую немножко дискомфорт, короче, в горле. Давай. Безопасно прошло. Нормально, не поцарапался. Ну, тоже... Тоже ничего. Тоже ничего. Ну, тут вот разрулил сливочный сыр, конечно. А вот это вот ролл без сливочного сыра с креветкой темпура. Уже там внутри спайси соус, как я и говорил. Внешне его видно, но... В описании... В описании я не вижу... Лосось, креветка, огурец, тобика и васаби. Вот я тобика не вижу. Чувствуется острота в этом ролле. То есть, ну, видимо, васаби, они добавляют какой-то слой там небольшой. Но по ощущениям, что там не васаби, а спайси соус. И даже по цвету было видно, что там как будто бы спайси соус. И этого нет в описании. То есть, это немножко странно. Короче, я считаю, что тут немножко ввели в заблуждение. Но, опять-таки, не сказать, что плохо. Рис был бы лучше. Было бы классно. Лосось было бы лучше, было бы еще класснее. Учитывая вот эти вот компромиссы, в общем, могу сделать вывод, что доставка имела большое желание сделать лучше, чем у большинства. Используя то же самое, что у большинства. Это из серии, когда лечится болезнь, но не лечится причина болезни. Короче. Причина болезни, отсутствие вот этой, вот болезнь, назовем так, отсутствие хороших роллов там у тебя на райончике, чувачок, это не то, что тебе не оборачивают лососем ролл. Или кладут мало сливочного сыра. Это то, что у тебя даже если и оборачивают, то используют плохой лосось. Даже если и кладут сливочный сыр, то используют дешманский сливочный сыр. Понимаешь? Вот эти ребята еще не до конца дошли до той темы, что пусть положат меньше лосося. Ну вот реально, я не знаю, те же как вкусные суши в свои лучшие времена, да? Клали меньше лосося, допустим, да? Не весь оборачивали. Но это был хороший лосось. Сливочный сыр внутри, как вот Витя использует, там, например, кремет, да? Это вкусный сливочный сыр, допустим. Кладите кремет, значит. Вот эти ребята тоже, судя по всему, его используют. То есть вот везде, везде что-то как-то не до. Неплохо, неплохо. Но это чуть-чуть лучше, чем сетевушки. Чуть-чуть лучше, чем сетевушки. Больше мне сказать нечего, ставим оценки и что? Да и все. Скучно делать обзоры на роллы. Я понял, что скучно все. В следующий раз что-нибудь интересное выберу. Пишите в комменты, кстати, что. И, конечно же, не забывайте подписываться на Инстаграм по кашеварям. Да, и там тоже можете советовать что-нибудь интересное. Я все советы заношу в табличечку, если они интересные. И когда-нибудь руки дойдут до того, что вы советуете. Так что советуйте. Давайте. Всего вам вкусного. Сейчас выставляем оценки. Давайте оценочки выставлять уже. Цена. Цена, в принципе, адекватная. Поставим ребятам 4. Вкус, качество. Честно, вот если бы все было более-менее хотя бы с рисом, то я бы поставил, наверное, даже, может быть, ребятам и 4. Но, вспоминая рыбу, вспоминая недостатки по рису, недообработанного угря, из-за которого теперь Виталия будет страдать чуть-чуть. Значит, поставлю им тройку, извините, ребята. Соответствие. В принципе, по весу, по внешнему виду, ну, небольшой нюанс у нас насчет одного ролла был, где в начинке заявлено одно и там чуть-чуть отличается. Ну, васаби или соус спайси, плюс-минус, наверное, эффект был, наверное, одинаковый по остроте. Но я поставлю все-таки 4 по сервису. Ну, значит, что со сдачей, кстати, Дим? Была у них сдача. А дали, да? Да, ну, долго искал, не подготовлена сдача. Перезвон долгий. Что еще? Сайт, ну, так, тоже, опять-таки, симпатичный, но, блин, неудобный до конца. И, в общем, давай я поставлю тоже 3 по скорости 2, температура 3, ну, то есть, ВОК. Единственное, почему мы проверяли, опять-таки, теплый сок и как-то тоже туда-сюда лайк. Лайк нет, лайк, пожалуй, нет. Ребята, я буду ждать, черт его знает, я не знаю, буду ждать. Чудо, видимо, в своей жизни, что в моем районе хоть что-то когда-то что-то заработает годное. Ну, суши-стор, обещали исправиться, как-нибудь попробую тоже, может, перетестим их. Как, я не знаю, 60 баллов рок-н-роллы набирает. Нехорошо, неплохо это, средне, это нормально. То есть, ну, в принципе, можно заказать. Опять-таки, соскучились по вкусному сливочному сыру? Да, пожалуйста, блин, мало где найдете, ребят, мало где найдете. В Тануке дорожен, там сыр тоже неплохой. Рыба плюс-минус такая же. Ну, вот и все, ребята, вот он рынок суши-роллов, он просто раскушен. Раскушен раз и навсегда, теперь делать обзоры просто тупо скучно. Единственное, говорю, вот когда, я вот вспоминая суши-стор, когда суши-стор вот объявил какое-то время назад, что все, мы теперь вот используем, у нас есть особое меню, там, Excel, используем охлажденного лосося классного. Вот тогда это было интересно. Проверили, да, реально вкусно. Потом заказывал для себя, да, реально вкусно. В конце бах, косяк, последний заказ, это был просто дикий зашкор. Ну, я про это уже рассказывал, короче. Ну, обещали, по крайней мере, исправиться, там, к следующему заказу. Мне, во-первых, довезти ту Филадельфию, там, плюс сделать качественную рыбу вернуть. Как-то так наказать, видимо, кого-то. Вот. Рок-н-роллы по факту на уровне чуть выше, чем сетевухи. Но не восторг, не восторг. Но попытка хорошая. То есть, у ребят, вот, определенно, с их подходом есть шанс сделать место, которое будет реально, ну, любимо. Которое будет вот на районе, типа, такое, о, да, вот заказываем, заказываем. Вкусно, потому что рыбка всегда хорошая. Вот это, вот, есть шанс. Ну, будут они делать, не будут, я не знаю. Смотрят они YouTube, не смотрят, читают они отзывы или нет. Судя по всему, отзывы у них, вон, везде нормальные. Там, на Delivery, по-моему, читал или где-то. Что-то там, какой-то средний балл нормальный, 4,5. Ну, народ, ну, фиг знает. Если вам нравится, на здоровье. Спасибо, что посмотрели мой Инстаграм. Лайк обязательно, ну, точнее, как, не возбраняется поставить лайк. Все-таки, вот. Да, снимаем что-то для вас там. Хоть какую-то пользу приносим. Небольшую. До скорых встреч, всего вам вкусного. Пока. Не знаю, что сейчас сказать, Дима. Ты вот поел, кстати, насчет сливочного сыра, что скажешь. Ну, реально, да, хороший? Вот, вот, ну, сто лет уже как-то не попадался. Да, такой, прям сливочный сыр. Почему они, то есть, вот, мне кажется, люди, наверное, не замечают. То есть, скорее всего, люди заказывают и особо разницы не чувствуют. Я думаю, уж там перепробовали кучу разного, да, поэтому.